Строители 4-го моста через Обь предупредили автовладельцев о вынужденных неудобствах. Из-за работы в этом году будут частично перекрывать проезжую часть в районе площади Труда, проезда энергетиков, Южной площади и въезда на Ипподромскую. В будущем развязки на съезде с переправы должны избавить от заторов на этих участках. Вероника Иванова продолжит. Более 5-ти километров шестиполосное движение со скоростью в 100 км в час. Четвертый мост через Обь начинают возводить уже в этом году. Выносят коммуникации, выкупают участки земли под строительство. Для сооружения эстакад уже завезли более 7 тысяч металлоконструкций пролетных строений. В ближайшее время будем приступать к сооружению устройства основания опор. Это тоннель через транссип по основному ходу. Значит, это эстакада основного хода на этот участок, за получаемое разрешение. И в планах этого года также приступить к сооружению пилона вантового участка. Вот один из металлических конструктивов будущего четвертого моста. Кстати, на его строительство ситуация с коронавирусной инфекцией не должна повлиять, поскольку большинство материалов имеются уже на строительной площадке, изготавливаются прямо здесь. Здесь, например, есть свой мини-бетонный завод. Также прямо на строительной площадке будут проживать и специалисты, занимающиеся возведением этого сооружения. Вопреки отдельным мнениям, что стройку могут остановить из-за нецелесообразности, в министерстве уточнили, точка невозврата пройдена. Регион заключил концессионное соглашение. Это будут как штрафные санкции, так и возврат федерального кап-гранта. Плюс федеральное управление автомобильных дорог выставит штрафы нам за возвращенные финансирования в такой же сумме. То есть, если они сейчас перечислили нам 2 миллиарда, мы должны вернуть и еще столько же заплатить штрафы. Остановить стройку сейчас – это нецелесообразно. Сооружение обойдется почти в 40 миллиардов рублей. Чуть больше 26 выделит федеральный бюджет, 8 собственные средства консессионера. И 4 миллиарда рублей вкладывает регион. Из Москвы средства поступают без перебоев. Самый цимус этого проекта – это именно то, что мы развязку делаем на площади труда, площади энергетики. Потому что там невозможно есть, вы сами понимаете. Даже не мост, это я считаю, а именно развязки, которые две. Развязка появится и в районе Южной площади. Завершить проект планируют в 2023 году. До этого времени мостостроителям придется для проведения работ частично перекрывать движение. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...